Тема сегодняшнего занятия «Американские дюмы» Боб хочет Кэрол забыть об этом инциденте, но Кэрол считает, что все очень серьезно. Она отказывается покупать в дальнейшем какое-либо печенье от Боба. Боб, сегодня леди подошла в Виллдж Маркет сегодня и бурно скандалила и кипишевала. О, да, что случилось? Она нашла голубой волос в ее шоколадном печенье. Ага, теперь непонятно, почему она так сильно удивилась. Кто-то в вашей семье имеет синицы в волос? Ну, вообще-то, подруга моего сына Эмбер имеет синие волосы. Боб, я не могу продавать больше твое печенье. Не надо раскручивать вещи в так сильно негативную сторону. Министерство здравоохранения жестоко меня накажет, если она узнает про это. А может, как-то по-хитрому прикроем? No, this is too serious. Это слишком серьезно. But I was just getting a handle on the cookie business. Now what will I do? I don't have any other way of making a living. Но я только что буквально наловчился делать печенье. Что я буду делать? У меня нет другого способа заработать себе на жизнь. My heart goes out to you, Bob. But you need to get your act together. I want to sell chocolate chip cookies, not hair cookies. Да, я сожалею, мое сердце с тобой. Но, Bob, тебе надо собраться и согласоваться, чтобы двигаться в правильную сторону. Я хочу продавать шоколадные печенья, а не печенье с волосами. I guess I just knocked myself out for the past week for nothing. Получается, что я целую неделю работал холостую. Клиэрли, так и есть. Теперь детальный комментарий. As a matter of fact, in fact, actually. Вследствие факт на данный момент. We need more milk. As a matter of fact, I was just going to ask you to go shopping. Нам нужно еще молоко. Вообще-то я шла в... Я собиралась спросить тебя, чтобы ты пошел, сделал покупки. As this isn't the first time he has gotten trouble at school. As a matter of fact, just last night. Неудивительно, что Энди опять попал в проблему в школе. Вследствие того, что в прошлом месяце он был отстранен от занятий на одну неделю. Blowing things out of proportion to execute the rate to make more something that one should. Раскручивать, создавать кипиш на голом болоте. То есть, имеется в виду, сильно преувеличивать и сделать больше, чем надо. They sent you a boy to jail for biting his babysitter. Don't you think they're blowing things out of proportion? Не отправляют двенадцатилетнего подростка в тюрьму за то, что он покусал няньку, которая должна была за ним присматривать. Ты не считаешь, что они перенакручивают негатив? Селли позвонила в полицию, когда вечеринка ее соседа была уж чрезмерно громкой. И считаю, что это было чрезмерно. Дословно сделать згуру с того, что вырукрот. Эл звонит в театр, чтобы узнать, когда начинается фильм. Дэвид имел большую вечеринку в своем доме, когда родители были в отпуске. К счастью для него, они никогда не узнали. Это новая компьютерная программа, слишком сложная в эксплуатации. До сих пор не научилась толком пользоваться ей. Как только до тебя дойдет вся игра, то объяснишь всем астаршимся. Собраться душой, мыслей и так далее. Тед – это плохой студент, который двойки особенно с химии получает. То есть ему надо собраться, мобилизироваться. Тогда, может быть, он поступит в хороший колледж. Нам лучше собраться или мы прокрустим наш самолет. Тяжело вкалывать. Тед подчеркнул, он выкладывался, чтобы получить голоса для Николи, а она даже не сказала спасибо. Я разбилась в лепешку, но все-таки сделала, чтобы достать эти билеты для бесплатных концертов для тебя и твоей подруги. Надеюсь, ты это оценишь. Следующее выражение значит – не перевыкладывайся в холостую, ибо это не оценят. Например, не работай над Джереми, Джереми все равно недостойный человек. Майки Ливинг – зарабатывать деньги на жизнь, причем в достаточном количестве. На хлеб с маслом. Я искренне сожалею за Ричардсону, и их дом сгорел в огне. Сердце на уме обливалось кровью насчет тех людей, которые потеряли работу, когда автозавод закрылся. Клиент в прокатном видеосалоне бульно выяснял отношения, почему DVD, которое он брал в долг, все-таки оказалось испорченным. Хватит тарать и кипишевать, давай обсудим этот вопрос в приятной и спокойной манере. Swip something under the rug to hide something off an scandal. Замаскировать, прикрыть грешки. Senator, don't try to sweep it under the rug. Everybody knows about your file with intern. Сенатор, а не надо хитрить. Все отлично знают, что мы занимались своим стажером. Let's just sweep the incident under the rug and move on. А может, давайте закроем дело, и никто про него не узнает, и будем продолжать дальше. Taken back, surprise, almost always a negative sense. То есть, сильно удивиться в негативную сторону. Николь была в конкретном шоке, когда ее подруга Роза сказала, что она больше не хотела быть с ней вместе. Хотя hang out – это дословно зависать с кем-либо. Я была искренне удивлена, когда моя подруга попросила меня, может ли она взять мою зубную щетку, потому что она забыла свою дуно. Срогу забыкать саму, то панишку чаят северой. Это не бросать кишку, это в смысле жестоко наказать по всей строгости закона, и в таком плане. Тед двоечник, он опять получил схемию Нилт, и его учитель взорвался и наказал его почером. The judge threw the book at Matt for stealing a football from the store he will be going to jail for six months. Судья не имел меру наказания Мэтту за то, что он украл футбольный мяч с магазина, он идет на зону общего режима на шесть месяцев. Призван это для более одаренных, это федерально. Я репетитор по скайпу Smart Teacher 197, и смогу вас научить английскому лучше, чем в любом другом месте. Цена занятий 300 рублей за мою квалификацию, это золотая цена. Чтобы лучше убедить вас учиться здесь, то смотрите, первый урок бесплатно, за последующие вы оплачиваетесь потом. То есть это железный вариант, что вы получите услугу и оплатите ее. Для сравнения, абсолютно все мои конкуренты хотят оплату вперед, причем пакеты по 10 занятий. То есть смотрите, 10 на 350, 3500 рублей никуда. Нет, лучше контролировать и покупать пакеты. Всего наилучшего.